МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многодетных семей – это один из приоритетных вопросов развития региона. Губернатор лично держит этот вопрос на контроле, и все вопросы рассматриваются на демографическом совете, который возглавляет Сергей Иванович лично. Буквально в последние годы усилено было данное направление по ряду моментов. Накануне Александр Смекалин лично проверил выполнение работ по установке газоанализаторов в многодетных семьях. Работы ведутся по всему региону. Первый визит в Чердаклы к многодетной семье Земсковых. Мне сказали, что у вас установлен. Надеюсь, слава богу, никогда не пригодился? Ну, слава богу, нет, не пригодился пока. Понятно. А вы его сами устанавливали или, соответственно, помогали? Нет, нам установили. Установили? Установили? Защита. Семья активная. Дети, несмотря на юный возраст, уже занимаются танцами и старательно учатся. Младший Матвей учится разговаривать и активно играет. Улыбки, доброта, любовь и взаимовыручка – все, что нужно для счастья, считают все члены семьи. Тем не менее, поддержку региона ценят. Следующий пункт контроля установки – Ульяновск, улица Пархоменко, 24 семья Стакановых. В этой семье три дочери. Они, словно героини кинофильма «Гайдая», все спортсменки и красавицы. Несмотря на то, что одна из девочек инвалид. Грамотами и медалями по легкой атлетике, дзюдо, танцам и гимнастике увешаны все стены. Каким образом определили, то есть обратились к вам, сказали, что есть такая инициатива, вы сказали, что согласны? Согласна. То есть система такая была? То есть сами пришли, сами предложили? То есть не вы обращались? Нет, не вы обращались. Сами, понятно. Обслуживать анализатор будут сами. Это просто. Устройство работает на обычной батарейке. Менять ее можно самостоятельно раз в один-два года. Когда элемент питания садится, устройство подает сигнал. При любом задымлении звучит сирена, которая разбудит спящих собственников, не дав задохнуться и соседей, которые смогут помочь. Голос у анализатора, по словам пожарных, очень громкий. Пожарный извещатель, само по себе это устройство достаточно простое. Если вот, ну, у нас сейчас все объекты, школы, детские сады, они оборудованы системой автоматической противопожарной защиты. Это огромное количество извещателей, все они соединены в линии. Есть приборы пожарной автоматики, есть система оповещения, которая оповещает людей. Вот автономные дымовые пожарные извещатели, их плюс в том, что они, по большому счету, не требуют никакого обслуживания. И в то же время достаточно эффективно в своей работе. Автономные дымовые пожарные извещатели установлены в 190 семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программу планируется расширить. Правительство дало поручение нам разработать соответствующую программу. Мы сделали мониторинг в том году, с МЧС вместе отработали. По установке по одному датчику многодетным семьям, на котором находятся сложные в СОПе, ну, сложные в жизни ситуации. И, соответственно, по нашим расчетам, мы 593 датчика сейчас постараемся закупить, раздать в муниципалитеты. И муниципалитеты уже будут помогать многодетным семьям устанавливать данные датчики в квартиры. По итогам мониторинга, проведенного в конце 2019 года, выявлено 792 семьи, нуждающихся в установке извещателей. Поэтому работы по установке продолжатся и вскоре охватят все муниципалитеты Ульяновской области. И жить станет еще безопаснее. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.